МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала СБС. Время передачи «Экономика дня» и я, Хайл Мамедва. В этом выпуске мы обсудим возможность долгосрочных поставок энергоносителей в стране евразийского континента. Эта тема стала центральной в ходе встречи в Ашхабаде президента Туркменистана Гурбангулы Берду Махамедова и премьер-министра Азербайджана Нувруза Мамедва. Компетентные гости по теме дня Эмин Гарибли, кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики ЮНЕК и Кемаля Мустафаева, эксперт в области нефти и газа, экономический обозреватель информационного агентства ТРЕНД. Здравствуйте еще раз и спасибо большое за то, что пришли в нашу студию обсудить эту тему. И первый вопрос сразу же. Я думаю, Кемаля Ханом, начнете вы. О чем говорят переговоры между президентом Туркменистана и премьер-министром Азербайджана? На самом деле, двум прикаспийским странам есть много общих тем для обсуждения. Все мы помним небезызвестные транскаспийские газопроводы, о которых много говорят. До сих пор, к сожалению, это выглядит только в виде разговоров, переговоров, большого интереса со стороны Евросоюза, большой поддержки со стороны США, официально американских властей. Почему? Потому что сегодня это становится еще более актуальным, потому что мы уже в первую очередь Южного газового коридора, который создан для доставки каспийских углеводородов, конкретно газа, с месторождения на море до Европы. В первую очередь газ уже поступает в Турцию, на очереди европейский континент, в Европу будет поступать газ. И поэтому дополнительные объемы, а так как изначально Южный газовый коридор создавался с возможностью двукратного, как минимум, увеличения его мощностей, значит, дополнительные ресурсы могут также быть привлечены по транзиту, по прокачке по данному маршруту. Туркменистан, обладающий очень серьезными газовыми ресурсами, значительные, но насчет четвертой по величине есть много разных оценок, но, по крайней мере, эта оценка тоже существует. И хотя Туркменистан, конечно, основную массу своего газа, основной объем, скажем правильно, своего газа отправляет все-таки в китайском направлении, но возможно... Сейчас они обновили контракт с Газпромом. Да, ну, опять же, пока речь идет о небольших объемах, и небольшие же объемы могут поставляться в Иран, но есть на море потенциал, то есть, если посмотреть на географию расположения месторожений, то, естественно, может быть, азербайджанское направление, вернее, скажем правильно, западное направление, через Азербайджан, Грузию, Турцию и дальше Европа, может оказаться привлекательным. Конечно, должна быть очень важная часть в этих разговорах, должна быть оценка, во сколько это обойдется. То есть, люди, которые этим заняты, они должны просчитать, сколько это будет стоить. Вы имеете в виду строительство транскаспийского газопровода? Это сам факт доставки этого газа на западноевропейские рынки. И, естественно, об этом... Но как вы считаете, заинтересован Туркменистан? Туркменистан заинтересован, как все другие страны. Диверсификация сейчас основная, потому что те страны, которые не диверсифицировали направление своих поставок, оказались в очень сложном положении, когда какой-то канал доставки перекрывался, и они вдруг оказывались просто в буквальном смысле «надо закрывать скважины, потому что некуда идти, некуда идти со своим товаром». Естественно, да. Заинтересован. Господин Гарибле, вы слышали, что сказала Кемаль Аханома. Согласны ли вы с ней? И как вы считаете, о чем говорят переговоры? И самое главное, переговоры между Азербайджаном, Туркменистаном по поводу поставок газа туркменского через Азербайджан, через территорию Азербайджана в Европу по инфраструктуре, которая уже у нас в наличии. Это строительство как раз Южного газового коридора, как отметила Кемаль Аханом, первая фаза уже полностью завершена, уже скоро отметят полностью завершение проекта. Вот господин Гарибле, когда же Туркменистан перейдет от слов к делу? Вам здесь вопрос очень... Эта сама проблема очень актуальна и важна для Туркменистана. Это в первую очередь, да, она будет поставлять, сможет девизифицировать свою поставку. Сегодня, если посмотреть, на самом деле, если посмотреть весь регион, то есть очень большие зародицы и в Узбекистане, и в Казахстане. Мы видим все-таки наш регион в этом плане очень богат. Да, и в принципе, да, если даже сегодня, то, что сегодня уже определенный запас, они уже достаточны для того, чтобы их поставлять в Европу. Сегодня, если не ошибаюсь, больше 10 триллионов кубометров газового запаса. Это уже немало. Ну, так вот, я считаю, что первое значимое, это то, что диверсификация. Это очень важно. Сегодня Туркмени активно проводят политику диверсификации, как в сторону Китая, так и в сторону Пакистана и Индии. Если не ошибаюсь, они проводят так называемый проект ТАПИ. Да, но мы все знаем, что там очень много политических вопросов. Ну, конечно, все имеют политические. Больше вопросов, чем ответов. У меня ощущение, что даже транскаспийский газопровод выглядит более реальным, может быть. Но, с другой стороны, она же повысит значимость самого Туркменистана. Если будет Туркменистан поставлять свой газ в Европу, я считаю, что ее политическая значимость и экономическая значимость все-таки увеличиваются. Я считаю, что если она будет поставлять в Европу, она сможет тогда насладиться... Просто через Азербайджан это более безопасный маршрут, чем через тот же Азербайджан. Может, и через Иран и так далее. Но если через Азербайджан, я считаю, что это уже налаженная система. И, во-вторых, мы сами сможем участвовать в этом проекте. Мы как страна, которая заинтересованная сторона. Как транзитная, да? Да, и непосредственно как финансовый партнер, в принципе. Я считаю, что наши... То есть Азербайджан может участвовать в финансировании транскаспийского газопровода? Я считаю, что Соккар очень будет даже заинтересован. Мне кажется, если пройдут этим, мне кажется, наша страна будет заинтересована, потому что, опять же, залежи очень большие. Если через нашу территорию, то это, в принципе, это значимо у нас увеличивать значимость. Мы получим, увеличивая значимость первого. Во-вторых, мы в будущем можем получить большие дивиденды. Опять же, это немалозначено. И, конечно, с другой стороны, Туркменистан это метод привлечения европейских инвестиций и получения технологий. Если уже, понимаете, сегодня можно говорить, уверенно говорить, что это немного замкнутая страна, которая не имеет таких текстных отношений с Европой, вот налаживание этих отношений, поставка газа, мне кажется, все-таки она приведет не только диверсификацию, либерализацию своей экономики, приведет приток инвестиций, приток технологий в Туркменистан. И это послужит в будущем толчком для развития в целом не только Туркменистана, но и нашего региона. Понимаете, это тоже немалозначно. Понимаете, одно дело Азия, одно дело Европа. И вот, и это, и с другой стороны, если транспорт кроспийский коридор, в принципе, с другой стороны, и Азербайджан в будущем может поставлять свой газ и через этот самый газ и в азиатский рынок. В принципе, я считаю, и нам очень выгодно. Почему бы нам, я считаю, что все-таки, если, как вы говорите, перейдет слог к делу, я считаю, что вот азербайджанская сторона будет наиболее такая, скажем, значимая и более реально отнесется к этому, может помочь и даже не только сам, но и для привлечения инвестиций. Вы знаете, так как с нами работают очень много компаний, видят, что много лет, они знают, что мы притворяем все проекты в жизнь. Все-таки, у нас вот этот самый рейтинг высокий. Я считаю, что с нами они смогут сотрудничать лучше и смогут привлечь очень много этих доноров, которые будут спонсировать этот самый проект. Но там не только транскаспийские нужно именно финансировать, привлечь инвестиции, но и к разработке месторождения на территории Туркменистана. Самое главное, чтобы нашлись те компании, которые коммерчески просчитали и увидели, что им это выгодно. Потому что, первое, Туркменистан уже несколько лет назад заявил, что он готов продавать газ кому угодно, куда угодно, в Европу, но на своем берегу. А дальше он не отвечает. Нет, строить эту инфраструктуру, создавать ее и вести свой газ страна не хочет. Азербайджан тоже неоднократно заявлял, что он готов предоставить транзитные условия, транзитную территорию. Кяма Аляханам, вот господин Гарибли сказал по поводу того, что Азербайджан даже с радостью будет готов принять участие в финансировании строительства транскаспийского газопровода, как вы считаете. Пойдет ли на это государственная нефтяная компания? На сегодняшний день нет, я не вижу этого. Не видите? Потому что нет, на мой взгляд, сейчас главное смешивать все проекты в одну кучу, по-моему, нерационально, неправильно. И сейчас основной акцент, основной фокус на южном газовом коридоре. Несмотря на то, что он запущен, он еще не дошел до своей последствии, то есть до Европы. А если пойдет туркменский газ, то речь идет о расширении. то есть еще нужно будет расширять эти мощности, чтобы принять. Заведомо, как вы отмечали президент наш и по-моему, уже говорили, что на самом деле больше все-таки полагали, все-таки в будущем ее значимость увеличится тем, что мы будем транспортировать. Если еще вот этим, если Трамп заявил об этом, да, это говорит о том, что все-таки это проект мирового значения. Если сегодня посмотреть на ближайшие 20 лет энергетическую безопасность Европы, то, опять же, диверсификация для самой Европы очень важна и воспользоваться даже в этом, если даже, как вы считаете, некрупными, но все-таки они достаточные такие залежи. В принципе, они очень заинтересованы. Очень есть большая вероятность того, что Европа может попасть в какое-то зависимое положение от России именно энергетической безопасности. Потенциал экономики этих стран тоже растет, если восходят западные европейские страны и так далее. Все-таки потребность энергетических ресурсов, я считаю, что все-таки растут. И есть реально спресс и есть реальная такая тревога о том, что все-таки нужно диверсифицировать. И мы видим в том, что Европа сама заинтересована в этом. Вот господин Гайблик, Ямаля Ханамова, что самое интересное? Мы сошлись к тому, что вот встречались президент Туркменистана и премьер-министр Азербайджана, и центральная тема это все же были энергетические вопросы. Вероятно, но, наверное, все-таки в том числе и транспортно-транзитные. Да, там больше транспортно-транзитные. Транспортно-транзитные, да. Я считаю, что это больше транспортные. Если посмотреть последние... Больше транспортные. Все же север-юг и запад-восток? Именно восток-запад. Восток-запад. А по энергетическим вопросам там буквально вот строчка была. Совершенно верно. Из всего заявления, что... Потому что мы, как я уже сказала, мы все-таки еще не так далеко продвинулись во всем этом. Это выглядит больше как хорошее пожелание. Но в любом случае лед тронулся. Хорошие планы на будущее. Но возможно это все-таки не завтра. Да. Все зависит. Это выглядит не так, чтобы сегодня-завтра этот вопрос решиться. Конечно, все мы говорили, когда подписали конвенцию по статусу Каспийского моря, мы говорили о том, что это шаг вперед. Вызвобновились. Но опять же... Не прошло. Не долго ведь прошло. Только в прошлом году этот статус был. Чисто политически например решить мы с Туркменистаном должны вопрос наших морских границ, как мы разграничение моря проведем. Это двустороннее какое-то решение должно быть тоже. Возможно налаживание хорошей экономической кооперации между двумя странами может стать базой для политического решения этого вопроса. Все правильно? То есть разумно подходить базируясь на хорошей экономике и построить политическую настройку. То есть это... Если учесть еще факт то, что в принципе через вот сейчас идут налаживания шелковых путей. Да, возвращаясь тогда к транзитным транспортным коридорам. Мы знаете и у них открыт новый порт и у нас открыт новый порт. Здесь как кооперировать мы можем? Да, естественно. Если в принципе смотрите уже лед тронулся самое главное то, что открылись новые порта и туркменская страна и азербайджанская страна вкладывает в инфраструктуру инвестиций. Опять же если учесть сегодняшнее экономическое положение Туркменистана то увидим что оно не такое уж такое хорошее последние макроэкономические показатели Туркменистана не совсем оптимистичны но в любом случае невзирая на что она все-таки вкладывает инвестиции и сегодня создана постоянная комиссия по внешнеэкономическим связям Азербайджана и Туркмени я считаю что мы с вами даже в передаче обсуждали формат переговоров тоже уже растет мы сейчас даже общаемся переговариваем с Туркменистан Азербайджан Турцией и так далее даже Азербайджан Туркменистан и Иран в смысле это говорит о том что в принципе экономические отношения развиваются и самое главное почему от 5 человек что больше энергетически здесь все-таки транспортный логистический хаб мы хотим создать это является частью мирового проекта и оно имеет будущее на мой взгляд и вот это все приведет на мой взгляд я несколько раз подчеркнул даже большему не только сотрудничеству это приведет на мой взгляд экономическая интеграция между нашими странами на мой взгляд это неизбежно потому что опять же если мы не будем консолидировать в этих отношениях в этих вопросах не будем развивать эти отношения если мы не будем либерализовывать эти отношения мы можем очень много потерять я считаю, что эти отношения только-только начинаются развиваться я считаю, что у нас очень большое будущее отношения с Туркменистаном которые являются непосредственно частью всех со Средней Азией, вероятно, в том числе и Туркменистаном потому что если мы Китай активно продвигает один пояс, один путь и мы часть этого Туркменистан в том числе Туркменистан в том числе без Туркменистана мы просто очень сложно естественно, есть еще Казахстан через который китайские товары попадают уже в азербайджанские порты и дальше то есть здесь нет такого понятия что стоит ограничиваться и стоит зацикливаться только на одном направлении опять же, Туркменистан у него выход есть на Россию каким образом, скажем, на север как он может выходить через Казахстан ну, есть второй вариант через Иран а потом через Азербайджан с север-юг насколько это логистически будет выгодно насколько это будет быстро в перевозках что самое главное чтобы было дешево и быстро быстро две вещи, на которые перевозчик товара получатель, отправитель на что где ему будет удобнее вот это свои грузы перевозить где этот процесс будет проходить быстрее и дешевле тем да, но чтобы привлечь грузы еще помимо этого таможенные да, вот все эти как раз мы упрощаем процедуру с 1 июля эти процедуры настолько должны быть согласованы между странами чтобы все эти таможенные процедуры проверки прохождения груза через вот эту систему чтобы простое не было да особенно если в принципе не важно скоропортящийся или не скоропортящийся товар любой насколько быстрее и эффективнее эффективнее он проходит выгоднее всем сторонам да, господин Грибля чем лучше я считаю опять же говорю чем лучше отношения между Азербайджаном мы увидим что побывать в этой ситуации Туркменистан как вы в начале Туркменистан не слишком активно участвует в этих самых международных отношениях то есть какая-то более консервативная политика да, более активности не наблюдается а вот именно улучшение отношений между Азербайджаном и Туркменистаном и плюс хотя желание очень сильное есть да, мне кажется все-таки Азербайджан сможет стимулировать как в начале все-таки у нас мы имеем определенные финансовые ресурсы мы сможем задействовать не только скажем переговорам не только скажем облегчением скажем таможенных тарифов и так далее это тоже ожидается но всего прочего я считаю что мы потенциал финансовый потенциал мы сможем так и так задействовать Туркмени что на мой взгляд очень немаловажно то есть мы все же будем по-вашему вкладывать инвестиции в Туркменистан вот иначе ее привести в активное положение очень будет сложно на мой взгляд эти ресурсы мы тоже мы сейчас мы знаем вместо Грузии если взять скажем проект юг-север вы знаете и там имеются финансовые проблемы Азербайджан проводит железные дороги на территории Ирана вы знаете определенную часть решет Лянькаран вот эти все-таки взяло на себя Азербайджан это правильно и я считаю целесообразно и в будущем тоже я считаю что и в западном направлении тоже даже я считаю что это более важнее нежели с Ираном нежели вот с запад восток я считаю что все-таки и сегодня опять же созданы все благоприятные условия и создан новый порт и как в том и так в этой стране Бакинский Туркменбаши да в принципе да все сулит о том что все-таки будут развиваться и дальше вот это толчок для развития это толчок для развития спасибо вам большое за то что пришли обсудили с нами эту тему тема очень широкая многогранная и я думаю что она еще долго-долго будет находиться в центре нашего внимания время передачи экономика дня подошло к концу в этом выпуске напомню мы обсудили возможность долгосрочных поставок энергоносителей в страны евразийского континента со стороны Азербайджана и Туркменистана гостями выпуска стали Кямаля Мустафаева эксперт в области нефти и газа экономический обозреватель информационного агентства Тренд Эмин Гарибли кандидат экономических наук доцент кафедры международная экономика ЮНЕК прощаюсь с вами и с нашими телезрителями до встречи смотрите передачу экономика дня на сайте телеканала СИБИСЕ или в социальных сетях СИБИСЕ 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 Продолжение следует...